21 июня во всех школах Невицкого района прошли выпускные вечера. Посложившись от традиции лучших выпускников и их родителей, чествовали на торжественном приеме у мэра Невицкого городского округа. В этом году аттестаты особого образца получили золотые медалисты Максим Шестера и Елизавета Скоробогатова, а также обладатели серебряных медалей за особые успехи в учении Мария Гранкина, Ирина Лехемец, Ксения Шишелова, Наталья Филатова и Наталья Ким. В этом году школьников, которые показали особые успехи в учении, было на три больше, чем в предыдущем. Четверо медалистов, включая двух золотых, являются выпускниками второй Невицкой школы, еще трое – горнозаводской. Это, наверное, личный престиж, то, что медаль, то, что я знаю, что я смогла чего-то достичь. Это как бы великое достижение. Это видно, то, что ты как-то умнее, чем другие, я не знаю. Конечно, это цинизм и так далее, но это приятно очень ощущать, что ты в чем-то лучше других. Расставаться самое трудное в конце. А так, учеба далась нормально, поэтому хорошие годы проведенные. Аттестат о полном среднем образовании и сертификат о сдаче ЕГЭ получили в этом году 107 учеников Невильских школ. Среди них много активистов, тех, кто достиг успехов не только в учении, но и ярко проявил себя в общественной жизни. Именно поэтому выпуск 2013 года многие называют «звездным». Но он звездный, действительно. Я не знаю, какие отличия. Дети, они все дети. Всегда дети. И в 17 лет они дети. Эти дети, чем они были интересны, и почему мы жалеем, что они уходят? Они хотели участвовать во всем, везде и всегда. И нам с ними было легко. И когда такие дети уходят, конечно, это печально. Но, с другой стороны, мы рады за них, в добрый им путь и всего хорошего. На последней для выпускников торжественной линейки, которая традиционно прошла на городской площади, собравшихся приветствовал мэр Невильского городского округа Владимир Пак. Он вручил почетные памятные дипломы и премии золотым и серебряным медалистам, а также благодарственные письма отличившимся выпускникам. Желаю каждому из вас успешно осуществить самые смелые планы и всегда настраиваться только на победу. Отметим, что Невильская федерация Цэквондо вручила памятный подарок в виде длинного японского мяча своему воспитаннику Андрею Шеховцеву. Поздравляя выпускников со знаменательным событием, начальник отдела образования Ольга Тен особо отметила золотого выпускника. Этот выпускник, кроме того, что он является золотым медалистом, он три года подряд побеждал в муниципальном и региональном этапах Олимпиады школьников по географии, а также он был призером и победителем всероссийского этапа Олимпиады школьников по географии в городах России Тверь, Санкт-Петербург и Саратов. Это шестера Максим. Максиму вручается благодарственное письмо отдела образования, а также памятный подарок. Мы и думаем, что, наверное, всю галактику когда-то Максим покорит своими знаниями. Браво! Особенно приятно, что невельские педагоги смогли не только вложить в своих учеников знания, но и привить им хорошие манеры. Наряды выпускниц были очень даже приличные и целомудренны. Если же говорить о самих туалетах, которые традиционно больше всего обсуждают, то в этом году они в большинстве своем были модных пастельных тонов. Нежно-розовых, кофейных, бледно-желтых, голубых и просто белых. Вместе с тем были яркие красные, насыщенные синие и зеленые вкрапления. Выпускницы отдали предпочтение легким коктейльным платьям, но были и традиционные пышные наряды в стиле принцесс. Оценить всю красоту девичьих туалетов, пришедшие на площадь, смогли во время прощального школьного вальса. В этот раз выпускники танцевали не под традиционное, когда уйдем со школьного двора, а под пронзительную песню француженки Миря и Матье с символичным названием «Прости мне этот детский каприз». Завершением праздника стало прекрасное зрелище из сотни разноцветных шаров и баннера «Выпуск-2013», устремившихся в небесную даль. Вслед за ними поспешили к новым достижениям и выпускники. Время – это замечательное ощущение. Ну, как бы, одновременно и радость и грусть, потому что, с одной стороны, мы закончили школу, а с другой стороны, мы прощаемся с родным городом. Но это ненадолго. Мы всегда вернемся сюда после окончания обучения и будем дальше жить и радоваться. Долго не могла смириться с мыслью, что я закончила 11 класс, но спасибо школе нашей второй. Она самая замечательная, лучшая. Спасибо учителям. Зала уже экзамены, которые нужны для поступления в нужный институт. Буду работать в области медицины. В Невельской больнице требуются молодые врачи, молодые специалисты. Конечно же, я приеду сюда, наберу практику. Маргарита Фатыхова, Виталий Войко, Александр Трунин. Невельские новости.